Ситуация в Украине остается напряженной, продолжаются беспорядки. По данным Федеральной миграционной службы, в приграничной с Украиной российской области хлынул поток беженцев. В последние дни все внимание приковано к полуострову Крым. Многие не согласны с нелегитимной властью Киева, военные оставляют свои воинские части и пишут рапорты об отставке. Некоторые из них заявили о готовности выполнять приказы руководства сил самообороны Крыма. Оставленные военные части, военная техника и арсеналы переходят под контроль сил самообороны, которые обеспечивают охрану и порядок в регионе. Напомню ранее, президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании российских вооруженных сил на территории Украины. Сенаторы единогласно дали соответствующее согласие. Эксперты и политологи подчеркивают, речь о войне не идет. Любой человек, он естественно хочет защиты от государства. Но раз Украина не может этого сделать на данный момент, поэтому они обратились за помощью именно к России, в общем-то, и вот были приняты известные решения. Поэтому вот в плане защиты населения это, конечно, правильно. Речь идет о национальных интересах российского государства и интересах русскоязычного населения, и граждан России, в том числе, и просто русских людей, и украинцев, которые симпатизируют Россию, и исторически связаны с Россией. Вот решение, которое принял Совет Федерации, оно на самом деле не означает, что войска будут введены. Согласно договору с Украиной, Россия имеет право на воинский контингент в Крыму до 25 тысяч человек. Насколько мне известно, сейчас численность гораздо меньше, и мы можем, в принципе, в полном соответствии с любыми международными законами, с любой международной правовой системой, вот этот контингент до 25 тысяч увеличивать безболезненно. И вся истерика Запада по этому поводу, она будет совершенно безосновательна. Важно, что наше государство заняло четкую и жесткую позицию. Я абсолютно поддерживаю те решения, которые приняты на федеральном уровне, приняты президентом Российской Федерации. И считаю совершенно верно, что сегодня мы оказываем всяческую поддержку тем гражданам, которые обращаются к нам за этой помощью, как моральную, политическую и, несомненно, военную. В данном случае, конечно же, речь не идет о том, чтобы затевать войну с Украиной. Нет, конечно. Речь идет о том, что в случае, если наши граждане подвергнутся там репрессиям, если наши граждане будут угрожать опасность, тогда мы имеем полное право их защитить.